Многие люди иногда испытывают боль или как бы ноющие ощущения за глазами, и они всячески пытаются найти причину. Сегодня я расскажу, что обычно на самом деле за этим стоит. Причины бывают разные, но чаще всего именно это. Однако бывает и чувствительность к свету. Ещё может быть болезненность вот тут, над глазом, на границе глазницы, либо снизу, с обеих сторон, вокруг глазниц. Ещё бывает напряжение в глазах или неконтролируемое слёзы течения. И в чём же причина этого? Дело в гиперчувствительности определённого нерва. Он называется тройничный нерв, и находится он прямо за глазами. Итак, у вас появились подобные симптомы, и вы грешите на этот нерв. Вы делаете инъекции стероидов, принимаете лекарства, но проблема не уходит, потому что гиперчувствительность нерва — лишь вершина айсберга. Кое-что происходит за кулисами. Я расскажу вам о том, какой процесс происходит ещё до появления симптомов. Итак, первое, что происходит — вы болеете так называемой ветрянкой. Большинство людей ей когда-то переболело. При ветрянке активируется ваш иммунитет, а именно приобретённый иммунитет, неврождённый, с которым вы родились. Он начинает производить антитела к этому вирусу, и эта защита затем действует лет 50. Но когда она перестаёт работать, вы становитесь более уязвимы для таких заболеваний, как опоясывающий лишай. Другое его название — опоясывающий герпес. Его возбудитель — тот же самый вирус, что и у ветрянки — вирус ветряной оспы. Он может вызвать полноценный опоясывающий лишай или дать вам сигнал о том, что такое может случиться. И этот сигнал — гиперчувствительность тройничного нерва, потому что этот вирус прячется в сенсорных нервах. Он сидит там и ждёт своего часа, когда иммунитет ослабнет, а среда будет подходящей для него. И эта боль за глазами, по сути, возникает из-за проявлений, связанных с этим вирусом. Есть несколько причин, по которым он активизируется. Одна из важных причин — холод, особенно в зимние месяцы. Это важно понимать. Вы можете просто избегать переохлаждения, выходя на улицу, очень тепло одеваться и закрывать всё тело. Поддерживайте тёплую температуру в доме. Вы гадаете, почему, когда вы всего лишь хорошо провели время на улице в зимний день, у вас вдруг появляется боль за глазами? А надо лишь убрать эти провоцирующие факторы и укрепить иммунитет. Ещё один провокатор — атмосферное давление. Когда погода меняется, вирус может активизироваться. И как можно справиться с атмосферным давлением? У меня на этот счёт решения нет. Думаю, единственный способ — укреплять иммунитет, чтобы вы могли противостоять всему. А вот ещё один очень серьёзный фактор — стресс. Есть много разновидностей стресса. Вы можете сказать, что у вас нет стресса. Но посмотрите внимательнее. Стресс повсюду вокруг нас. Психологический стресс постоянно. Из-за новостей, даже каких-то видео, которые мы смотрим. Из-за фильмов, которые держат нас в страхе. Со всеми этими вещами надо разобраться. У меня есть видео об этом. Они в моём антистресс-курсе. Стресс — это серьёзный фактор. Он активирует кортизол, который буквально парализует белые кровяные тельца. У женщин во время менопаузы перестают функционировать яичники. Их заменяют надпочечники. И растёт уровень кортизола. А кортизол угнетает иммунную систему. И тогда возникают все эти симптомы. У меня также есть видео о том, как повысить уровень гормонов во время менопаузы. Ссылка внизу. Идея в том, чтобы дать организму прекурсор этих гормонов, а именно холестерин. И, кстати, всё то, что понижает уровень холестерина, не буду называть конкретные лекарства, эстатины, по сути уменьшает количество прекурсора этих гормонов, что, в свою очередь, может активизировать некоторые вирусы, которые годами пребывали в спячке. Ещё один вид стресса — это вакцинация, которая реально ослабляет иммунитет. Я не говорю, нужно вам прививаться или нет, я просто даю информацию. Ещё два провоцирующих фактора. Первый — дефицит витамина D. Это ослабляет иммунитет автоматически. И второй — дефицит цинка. Оба этих дефицита создают предпосылки для многих проблем. Я просто даю вам пищу для размышления. Но посмотрите на всё это и подумайте о профилактике. Вирус играет с вами в прятки. То выходит, то снова прячется, когда ваша сопротивляемость растёт. Важные факторы — это хороший сон, регулярные физические упражнения, удержание стресса под контролем, а также здоровое питание. Если вы смотрите мои видео, вы знаете, что это значит. Я просто хотел поделиться информацией о том, что может быть причиной болевых ощущений за глазами. Это информация из книги, которую я только что прочитал. Ссылку оставлю внизу. Если ещё не смотрели моё недавнее видео о кортизоле и о том, как его снизить, обязательно посмотрите. Вот оно. Субтитры создавал DimaTorzok